Монархическая партия Российской Федерации Российская политическая партия, созданная политиком и предпринимателем, депутатом Госдумы Айвиса Зыв Антоном Баковым, первая в современной России официально зарегистрированная и допущенная к выборам партия монархического толка, провозглашает целью установления в России конституционной монархии мирным, конституционным путем, соблюдением общепринятых демократических процедур в строгом соответствии с действующим законодательством, Создание и регистрация Учредительный съезд прошел 7 апреля 2012 года в Москве, где было заявлено, что в партию вступили около тысячи человек. Регистрация в меню СТРФ состоялась 12 июля 2012 года. Таким образом партия стала первой в России легальной монархической партией после революции 1917 года. Юридически партия зарегистрирована в селе Касулино Белоярского района Свердловской области, является частью проекта Бакова Российской империи по созданию ориентированного на Россию государственного образования на зарубежных территориях, открытых русскими исследователями. 12 декабря 2012 года прошла регистрация Минюста и получила право принимать участие в выборах в соответствии с федеральным законом от 11 июля 2001 года номер 95 из-за политических партиях. На февраль 2013 года зарегистрировано 47 региональных отделений. Позиция. Основными средствами достижения своей цели партия провозглашает пропаганду монархической идеи и консолидацию монархических сил в России за рубежом. Лидер партии Антон Баков так описывает ее текущие задачи. Во-первых, мы должны выдвинуть претендента на престол. Во-вторых, мы должны выдвинуть политическую программу, которая бы соответствовала монархизму в 21 веке. В-третьих, мы должны вести разъяснительную работу, в частности, настойчиво объяснять нашим гражданам, почему Путин не является монархом. Необходимость установления именно конституционной монархии Баков объясняет так. В начале 2013 года Баков совместно с уральским писателем Андреем Матвеевым представил книгу «Идолы власти» от Хеопса до Путина. В ней они связывают светскую власть в современной РФ и ликвидированном СССР с древним языческим культом и называют монархию единственным, конструктивным путем развития российской политики. По словам Бакова, именно работа над этой книгой, в которой авторы изучают природу власти и пытаются обобщить свой опыт в политике, привела его к таким выводам и сподвигла на создание монархической партии. Отличительные особенности партии он характеризует так. Претендента на престол партия выдвинула в июне 2013 года. Им был назван потомок Александра II немецкий принц Карл и Михлей Ненгенский, принявший накануне православие и получивший православное имя Николай Кириллович. Эту позицию Баков обосновывает четким соблюдением основных государственных законов Российской империи, которые увязывают принципы престола наследия с родством и вероисповеданием. Среди русских монархистов-сторонников такой позиции принято называть легитимистами и кирилловцами. По имени Кирилла Владимировича, двоюродного брата Николая II и прадеда Карла и Миха, который воссоздал Российский императорский дом в эмиграции, в 1924 году провозгласил себя монархом в изгнании и умер в 1938 году. В начале 2016 года Баков объявила намерение монархической партии устроить публичный суд над Лениным и Сталиным. По его мнению, на них частично лежит вина за многие негативные процессы последних десятилетий российской истории. Развал Российской империи и последовавшие за этим войны и репрессии уничтожили огромное число россиян, став серьезной помехой нормальному эволюционному развитию российского общества «Суверенное государство Императорский престол». В 2014 году Баков представил новую книгу исследования «Золотая была» 2014 года. Монархический план возрождения России, который называет подведением итогов эволюции своих политических воззрений. В ней он выводит преемственность христианского императорского престола от римского императора Константина Великого и объявляет Николая Кирилловича «Единственным современным наследником этого престола». Согласно выводам Бакова, с точки зрения международного права, по аналогии с государством «Святой престол», такой престол является носителем государственного суверенитета и может считаться единым центром консолидации христианских монархистов в глобальном масштабе. В связи с этим Николай Кириллович был объявлен императором Николаем Третьим, на что было получено его согласие. И на основании его юридического статуса было провозглашено суверенное государство «Императорский престол». С целью консолидировать патриотов, которые сохранили или обрели верность императорскому престолу, была начата работа по интеграции Российской империи, монархической партии и других смежных структур. Вокруг этого государства в опубликованном от имени Николая Третьего манифесте, в частности, заявляется, «Божьей милостью нераздельный наш престол объединяет и Восток, и Запад, и все христианское наследие Римской империи, а также вновь обретенные многие земли и народы христианского мира в новом свете, Африке, Австралии и на островах. «Илт и Кте, мы воздвигаем престол римских, византийских и российских императоров, как оплод христиан, защиту веры, традиции и наследия предков, и да придут к нам все верные Господу». В интервью 4 каналу 2 июня 2014 года, Баков сообщил о приобретении в Черногории участка земли рядом с городом Никшич. Вдвое превышающего территорию Ватикана участок предполагается сделать основной территорией государства и резиденции императора. Баков также сообщил о переговорах с властями Черногории по вопросу о признании и планах по вступлению в ООН, указывая на то, что обретение Черногории независимости в 1878 году было связано с действиями Александра II прапрапрадеда князя Николая Кирилловича. По словам Бакова, на территории уже создана дорожная инфраструктура, ожидается закладка дворцового и церковного комплексов, вокруг которых будут располагаться дома и офисы. В начале 2015 года Баков выступил с инициативой о создании на базе Черногорского участка офшорной зоны, призванной обслуживать интересы российского бизнеса в условиях антироссийских санкций. Также Баков сообщил о переговорах о сотрудничестве с властями соседней Македонии, в частности, он встретился с премьер-министром этой страны Николой Груевским, а также с властями Альбании, в сентябре 2015 года. На 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Баков провел аналогичные переговоры с президентом Гамбия и Джамми. Кроме того, проводятся встречи с македонским и черногорским духовенством. Баков предлагает македонскому духовенству канонизировать Ивана III и Софью Палеолог. В мае 2016 года прошли переговоры с руководством республики Кирибаттия в конце 2015 года. В связи с 50-летием Бакова Николай III подарил ему фамильную икону Дома Романовых с изображением святой Екатерины и присвоил наследуемый титул «Светлейший князь». Деятельность «Консолидация монархистов» 1 февраля 2013 года партия провела в Париже и Конгресс монархических сил, целью которого был назван «Поиск точек соприкосновения между существующими монархическими организациями». Был создан Президиум Российского монархического движения, куда приглашены делегированные представители всех заинтересованных групп и объединений. Предполагается в дальнейшем проводить регулярные встречи и иные мероприятия для выработки консолидированной позиции. Партия также установила для потомков Романовых статус потомок императорской династии и в заявительном порядке назначила для них пенсию 2000 евро в месяц как знак уважения к людям, которые много сделали для России, чью собственность в России украли, а оставшихся в России родственников уничтожили. Мемориалы. Партия предлагает установить у Великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора Санкт-Петербурга, где сегодня захоронены останки Кирилла Владимировича и его супруги, почетный караул, а также выделить средства для завершения реконструкции мемориала, после чего он должен быть открыт для почитания. В начале мая партия организовала создание в центре Екатеринбурга портрета памятника основательницы города императрицы Екатерине I, приурочив это событие в 400-летие дома Романовых. Кроме того, обсуждается создание в России мемориала в честь князя Карла III Ленингенского, деда Карла и Михаила мужа Марии Кирилловны, который умер в 1946 году в советском плену. Достопримечательности весной 2013 год. Партия учредила императорский дворцовый фонд, который занимается постройкой по старым проектам трех императорских дворцов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, для придания им представительских и туристических функций, в частности, для проживания членов династии при визитах в Россию и в целом популяризации идеи монархизма. В состав наблюдательного совета фонда, в числе прочих, вошли Николай Кириллович и представители администрации Свердловской области Алексей Богоряков. 4 сентября 2013 года в Белоярском районе был заложен и освящен первый камень копий Беловежского дворца, вывезенный с его руин. Кроме того, партия выступила с предложением создать в Екатеринбурге аналог Ватикана, город-государство, императорский всероссийский престол, который также мог бы служить туристической достопримечательностью и способствовал бы размытию имиджа города как место цареубийства. Соответствующее письмо Николай Кириллович в статусе наследника направил в адрес российского президента Владимира Путина. В 2015 году партия начала процесс создания монументального исторического полотна в духе произведения Лии Глазунова «Вечная Россия» для выставления в центре Екатеринбурга. Выборы В августе 2013 года партия приняла участие в выборах депутатов городской думы и мэра Екатеринбурга. В депутаты партия выдвинула 57 студентов, а в мэра и дочь Бакова 22-летнюю Анастасию, что, по его словам, придало компании зрелищности и доброжелательности. Анастасия Бакова заняла 6 места с 1,2%, а кандидаты студенты набрали минимальные результаты, что Баков характеризует как операцию антивыборы и комментирует. Мы будем продолжать разоблачать демократические партии и показывать, что избранные депутаты не исполняют свои обязательства. Кроме того, мы попытаемся создать альтернативный орган местного самоуправления. Городской сенат Согласно закону, граждане имеют право создавать такие органы. Городской сенат будет оказывать благотворительную помощь, помогать пенсионерам, то есть делать все то, чего не делает. Городская дума В 2015 году Баков сообщила о намерении партии участвовать в выборах в Госдуму 2016 года. Он также добавил, «Если администрация президента захочет нас там видеть, она нас там увидит. Ко мне приезжали московские ходоки, предлагали купить партию, но продавать ее я не хочу». В начале 2016 года, в интервью РБК подтвердил это намерение и сообщил, что планирует снова сделать лицом компании свою дочь, а сам выдвигаться не будет. Екатеринбургский сенат Концепция сената была представлена вскоре после выборов. Баков совместно с председателем Совета предпринимателей при главе Екатеринбурга Максимом Спасим провели пресс-конференцию, где объяснили, что сенат позиционируется как альтернатива гордуми, но с тем отличием, что он не сможет распоряжаться средствами городского бюджета. Сенат будет инициировать широкие общественные обсуждения актуальных для города вопросов, результаты которых будут вноситься в гордуму. По мнению авторов проекта, гордума Екатеринбурга в современном состоянии занимается, в основном, делением бюджета. При этом ни один депутат сегодня не способен повлиять на распределение средств по статьям бюджета. Это всегда за них делает городская администрация. По словам Бакова, в Думе сегодня нет общественности как таковой, там только пассивные участники голосования, по большей части действующие не по своей воле. Мы сделаем независимый аудит городского бюджета и будем по-настоящему развивать город, заявил Баков. В состав сената предложено войти Владимиру Шахрину, Алексею Иванову и представителям партии, не попавших ни в один парламент. Последующий год проходит шесть сессий сената, на которых рассматривается ряд общественно значимых проектов, прежде всего инфраструктурных. Ведется официальная переписка с городскими и областными властями. К пятой сессии объявляется о решении городских властей прекратить использование антигололедной смеси, которую привлеченные сенатом эксперты признали вредной. Баков объявляет о планах создания аналогичных сенатов в других городах России. О грядущей экстраполяции работы сената на Урфо и на Императорский престол в перспективе Баков предлагает использовать перевернутую схему двухпалатного парламента. Для России сделать выборным то, что сейчас называется Советом Федерации, а то, что сейчас называется Госдумой, назначать. Таким образом, по мнению Бакова, законы в Нижней Палате будут разрабатывать назначаемые профессионалы, а принимать или отклонять их избираемые сенаторы, которые коллегиальные от имени народа смогут оценивать полезность вносимых инициатив и гласно противостоять возможным актам саботажа.